Ну, в общем, у нас сегодня ситуация как-то такова, что Ольга Грибанова заболела. Что-то у тебя эхо. Это не у меня эхо. Это не у меня эхо. Сразу какой-то мультик вспомнила про Стоквашина там где-то. Это не у меня что-то. Короче говоря, помните, как в прошлый раз делали? Нужно выключить всем микрофон. Так, микрофоны выключили. А где у нас Людмила Земнухова? А где у нас вообще Ольга Грибанова? А где у нас... А кто у нас еще? Оля обещала, так что давай звонить снова. Давай, может, Шпрингер подсоединяй? Да... Не будем? Почему нет? Почему нет? Хороший человек, хороший поэт. Он в это время просто спать уже ложится. Как он писал. Кто спать ложится? Шпрингер. Ну, уже это самое... У него свой распорядок. Ну, он тогда писал просто в это время. Да, я помню. Ну, понятно. Ну, короче говоря, я не смогу его добавить. Здесь я должна владеть... Знаете чем? Кто-нибудь добавьте его. Валер... Валер, сможешь его добавить в этот чат? Вряд ли. Он только что вернулся в сеть. У него был сбой в аппаратуре. Но дело в том, что он слагаемых стиха не состоит. А я сегодня кусочек из его стихотворения взяла. Ну, не важно. Все равно приглашать. Да я не могу выйти на списки. Я не понимаю, как на них учиться. Вот в чем дело. Понял? Нет? О чем нет? Не совсем. Ну, вот я нажимаю на кружочек, где сообщ... Короче, как добавить в чат? Или вот сюда. Нет, полноэкранный режим. А, Людмила что-то пишет. Вот. Петр пришел. Ага, мы в чате. Петр, я очень рад. Петр, я не знаю, друзья, кто-нибудь может добавить Александра? То я пригласить-то его пригласил. Сейчас я положу и его сюда добавлю. Подождите, извините. Ой, нет, не то, не получается. Не получается. Я взялся за губ. Не всходя... Взялся войти на пик коммунизма, понимаешь? На Эверест прямо. Ну, так, друзья, значит, начинай. Так, давай не будем стесняться. Зайдем. Значит, начинаем. Я ему выслала ссылку на этот чат. Захочет, пусть присоединяйся сам. Так, о чем у нас сегодня тема? Тема у нас сегодня такая. Я вам там пообещала кое-что неожиданное. Мне идея пришла в голову, можно сказать, в последний момент. Вот какая. Значит, у нас сегодня тема такая. Поэзия и экстрасенсорика. Это вообще предложил Валера. Я предлагаю вообще вот так. Поэзия и сенсорика, и экстрасенсорика. То есть, как бы вторая часть, что там задумал по этой теме у нас Валера. Почему я приглашала Ольгу Грибанову? Потому что она приболела. И если у нас экстрасенсорика, так как я знаю, как Валера запланировал, то Ольга бы полечилась. Но, в принципе, мы можем сделать это из заочно. Да, я думаю, да. Можно из заочно сделать. А почему поэзия и сенсорика? Сейчас скажу. Вообще, знаете что? Сенсорика – это, ну, как бы особое чувствование. Правда? Разве вот поэзия, она не связана с каким-то особым состоянием? Особым состоянием чувствования, особым состоянием сознания, когда рождается эта идея. Ну, я так, как у меня это происходит? Когда вдруг какое-то вдохновение, а дальше, как вот Валера говорит, вертоплёт происходит по себе. Есть. Ну, это не главное, из-за чего я это говорю. Положите, пожалуйста, микрофоны. Закройте, чтобы не фонило. Вот. Ну, что ж, давайте начнём. Значит, вот какой материал я сегодня собрала. Так, не знаю, справимся ли мы с темой, именно с теми заданиями, которые я придумала для сенсорики. Попробую считать, что стоит за стихами, какая энергия. Стихи отражают состояние поэта. В теме ли, в идее ли. Именно состояние. Состояние – это и есть энергетическое, нечто энергетическое. Ну, я решила взять последние наши стихи поначалу, а потом уже меня, как говорят, понесло, и тут Остапа понесло, и я стала уже, вот, как пойдёт, короче говоря. Но оказалось, что не только из последних стихов. Начну я с поэзии, со стихотворения Валерия Гусарова. Помните, я его озвучивала, и оно, я вообще тогда написала, Валер, по-моему, ничего лучше ты не писал, а я, по-моему, ничего лучше не читала. То есть оно мне настолько понравилось, но оказалось так, что в самом начале я вообще, в принципе, его, сказать, да, у меня Максимка, знаете, как говорит, оп, да, и всё, и всё сразу нормально. Вот, так. В общем, такое стихотворение Валерий Гусаров. Не получается, пишешь, Кренгер, ну, ладно. Ветроплёт, сонет по-гусаровски. Вряд ли газель я смогу. Я на крутом берегу. Ветер несёт меня скруче. Жду со ступой еду. А то ветроплёт будет круче. Сколь можно, меня не мучи. Лови ветролётов до кучи. Их много вокруг, вокруг отбучи. А мне оставь вертоплёт. Я на нём понесусь в полёт. Я могу, я смогу, я смогу устоять на крутом берегу. Но газель грациозно скачет. Лучше, чем Пифагора в кате. Я смогу увести газель. Ёж ли я не лень. Моя газель. Вот. Ну, Ольга Грибанова отреагировала сразу же вот так. Ёж ли я? Или уж, или заяц? Мусульманин, или китаец? Ну, тут, видимо, её понесло. В стихи. Вот. Ну, о чём же? Давайте так. Сначала как бы на уровне, я даже не знаю, каком, на уровне ментальном, что ли, или на уровне интеллекта. Вообще, о чём стихотворение? Вот я сначала задаю вопрос, а потом, как всегда, я на вопрос отвечу сама. Есть какие-то мысли? Вот что уникального? Такой вопрос мой. Что уникального в этом стихотворении? О чём оно? Вообще, наверное, вам было бы, может быть, его лучше видеть, вот так, как мне. Я открываю папочку, и оно перед глазами. Есть желающее что-то сказать? Может быть, тогда задам вопрос, знаете, какой, с этого, сенсорики. Вот что, что за состояние, что за энергии стоят за этими, за этими стихами? Ну, вообще, Петру надо, можно ответить, по-моему, просто сразу. Так, ну, я вообще не поняла, Пётр у нас тут или не тут. А вы меня вообще слышите? Пётр тут, Пётр тут и нас слышит, и внимает. Слышу, слышу, да. Просто я не вспомнил, что вы хотел, посмотреть, мне звонили. Ну, а я с вами сейчас. Я пропустил там, видимо, стихотворение, собственно. Так, ну, давайте я прочитаю ещё раз. Вряд ли я газель смогу. Я на крутом берегу. Ветер несёт меня скруче. Жду со ступой бегу. А то ветроплёт будет круче. Сколь можно, меня не кучей. Лови ветролётов до кучи. Их много вокруг от гучи. А мне оставь ветроплёт. Я на нём понесусь в полёт. Я могу, я смогу, я смогу Устоять на крутом берегу. Но газель грациозно скачет. Лучше, чем Пифагоров катет. Я смогу увезти газель. Ёж ли я не лень. Моя газель. Вот так. Здорово прочитала, да? Валенька, ты читаешь просто удивительно. Да и тут такое стихотворение. Как тут не прочитать? Ну вот давайте я поделюсь. Мои восторги. Ну, во-первых, вот с самого начала, смотрите. Газель. Вот у него обыгрывается газель. Вряд ли газель смогу. Но кто ходит на слагаемые стиха, знает, что мы вот у нас последние занятия были. Я бы сказала так, по арабской поэзии. Правильно говорю? Да, да, правильно. Вот, газель относится к этому же жанру. То есть жанр газели. Вот у него вряд ли газель смогу. А потом, смотрите, у него газель обыгрывается как... Я смогу увезти газель. И газель здесь уже у него другой образ. И скорее всего это образ или любимой, или может образ чего-то легкого, изящного. Образ лани. Да, но образ лани. Это ваше внутреннее состояние. Ну, внутреннее состояние, я не знаю. Я проникаюсь, мне кажется. И поэтому я уже ловлю. Но я согласна с тем, что, конечно, потому я и словила, что где-то что-то соответствует. Правда? Почему я, вот я с этого начала, что я не сразу это стихотворение поняла глубоко, именно интеллектом, то есть умом. Я сначала просто у меня вот что-то внутри как заходило, из-за чего у меня этот и восторг-то. Что я ничего лучше не читала, понимаете? Вот мне так показалось. Вот, а еще вот, как я скажу, вот знаете, я вникла. Смотрите, у него обыгрывается ветролед и ветроплет. И я ему потом говорила, вот смотрите как, лови ветролетов до кучи, их много вокруг от гучи. Вот что такое гучи? Это что-то социумное, правда? Это вот и серии вот этих там модных каких-то социальных там и фишек, и сплетен. Я всю эту кучу, мне кажется, вот так. И вот он сколько можно, меня не мучи. То есть замучили уже все эти ветролеты. А мне оставь ветроплет. Я на нем понесусь в полет. Почему ветроплет? Потому что он плетет сам. Вот он, вот этот вот из ветра, из этих вдохновений сплетать свою реальность сам. Вот насколько глубок товарищ Валерий Гусаров-Воробьев. Да, мы-то даже и не подозревали. Ну, шучу, конечно. Я на нем понесусь в полет. А потом, смотрите, я могу, я смогу, я смогу устоять на крутом берегу. И вот это вот именно устоять, вот это самое то, что вот для меня. Вот это для меня. Вот устоять от этих ветролетов, чтобы со своим ветроплетом. Но газель и грациозно скачет. Здесь, конечно, Валера как мужчина пишет, это для него о чем? Ну, как-то, но, блин, любовь, ведь поведемся же, или желаемо, лучше, чем Пифагора в Кате. Я смогу вести газель. Ёж ли я не ель? А вот это вот у него ёж последний, я не ель. Мне кажется, вообще надо было бы написать ёж от слова ёжкин кот. Но у него ёж ли я не ель? Моя газель. И это в этом вопросе даже где-то утверждение есть. Ольге в комментарии я прочитала. А вот сейчас вот какие энергии? Вот я почувствовала их, я бы сказала, три. Вот энергии. Это как состояние. Ну, может быть, какое-то, может, даже и не три, а вообще одно основное, которое, может, меня вот так и восхитило. Вот я бы сказала, знаете, как какой-то дерзностный то ли вызов, то ли как-то вот так. Вот что-то вот такое. Но вдохновенный, или вдохновенный вызов какой-то. Вот это вот общая энергетика. А в ней, вот так вот, может быть, умом или чем, я вот назвала три. Первый, отстранённый наблюдатель, он ветролёты наблюдает. Дальше он берёт в руки метлу, баба Яги, вот этот свой ветроплёт, и энергия любви. Отсюда же у него и леля. А вот теперь, Валера, ржёт, и я не знаю, наверное, от удовольствия. Да, Валера? Ты попадаешь, попадаешь. Попадаю. Так, ну вот это вот первое. Да, Валентина, присоединилась у нас тут гидзба? Да, я уже и говорю с вами. Ну, мне-то кажется, здесь немножко не так. Вот почему-то. Мне кажется, что здесь у него какие-то мучения были очень большие. И вот это вот состояние его, выйти из этого какого-то состояния, из этих ветроплётов. И он хочет выйти, он хочет выйти на волю и сам решать за себя всё. Вот энергия ветра, чтобы его помогала. Энергия, ну, вероятно, даже и космоса. Это естественно тоже это идёт. Но то, что он почувствовал, что он может владеть, и он может выстоять, вот это, да, это концовка. Да, я устаю. Так, очень здорово. Спасибо. Вот у меня такие впечатления. Но мне показалось, что это созвучно моему вот этому, что дерзостный какой-то, вот я сказала, вдохновенно дерзостный, вот немножечко вот подходит. Вы лучше сказали. Да, вот, ну, интересно, конечно, да. Интересно, да. Очень интересно. Спасибо, девочки. Вы довольно точно описали состояние, в котором я писал. Так, ну что, давайте пойдём дальше, друзья. Тут я, знаете что, ну вот как, что мне попадалось, то так я и брала. Или мне захотелось поставить, я уж не пойму. В общем, короче, вы рэп мой не читали? После Валеры сразу мой рэп. Читал, читал, читал. Читал, то не читал. Ну, хочу сказать, ну, не могу я объяснить, что вот такое тоже, видимо, какой-то ветроплёт залетел в меня вдохновенческий. И мне захотелось попробовать. Может быть, вот эта Ольга подзавела нас на поиск «Пробуй себя» в разных жанрах. И танка, и хокку мы пробовали, и разели. Вот, и у меня вдруг рэп потянуло меня на рэп. Я даже ритм его не очень хорошо знаю. Но попробовала петь. Сейчас я не дерзну петь. Но хочу сказать, насколько же всё созвучит. Созвучит. Сейчас два слова отступления. У меня Максим сейчас не со мной, а с бабушкой Любой. Присылает он мне. Ну, вот я вам давала послушать. Вот, понимаете. А слышали, как он там поёт на синтезаторе, играет? Пётр, помнишь, просила тебя. А то меня ребёнок-синтезатор сам осваивает. Вот. И он ещё, и там ещё и петь. И я ещё подумала, что вот как-то вот... Я настолько с ним вот в каком-то чувствовании таком. Я сочиняю рэп, а он раз тебе на синтезаторе что-то пробует. Понимаете, может, мы с ним на пару и забацаем ещё. Не знаю. Вчера он ещё, знаете, что пел? Он вчера гимн пел. Но как он пел гимн, это вообще... Это круто. Так, значит, сейчас я нахожу стихотворение, свой рэп. Ты думаешь, ты можешь сказать намного больше, чем ждут они, чем могут взять. Так, это я ж уже пытаюсь рэпом говорить. Я знаю... Говори рэпом. Говори рэпом. Что так и есть, поверь мне. И знаю, твоё сердце умеет так сказать. Я знаю, твоё сердце умеет. Очень хочешь. Назрело, потому что горят твои глаза. Но только знаешь, дух мой, не надо перед теми, кто не готов, кто не готов принять. Ведь есть на свете люди, и их, поверь мне, много, кто ищет, очень хочет тебя принять, понять. Кто ищет твоё слово, кто ищет твои мысли, кому и голос даже милее всех других. Ты сильный, друг мой. Ты умный. И стоишь ты на той вершине истины, которую понять не всем ещё дано. Ищи, найди собратьев, найди такие лица, в глаза, которые взглянешь и станешь сам сильней. Такой возьмёшь ты отклик, что станет смыслом жизни сказать ещё, сказать ещё, ещё сильней. Ну как? Понравилось? Да, да, понравилось. Вы понимаете, в чём дело, Валентина? У вас всё время идёт искание себя. Вы как словно вот что-то ищите в жизни. Вы не находите. И вы уговариваете, так ведь есть же люди, есть, которые ждут твоего слова. Вообще сильное. Очень. Ну, спасибо большое. Так, ну вот, какие энергии, что ли? Ну, вообще, в принципе, то, что мы говорим, мы как-то ведь и отражаем энергии, правда? Ну да, поэзия сама по себе уже энергия. Вот, я тут написала так, но поскольку я работаю как учитель, который всегда думает на тот вариант, вдруг ученики не смогут ответить на вопрос, то тогда отвечаю я. Да, вот у меня, я бы сказала так, энергии поддержки, вселения уверенности. Это я так, а вот, как сказала Валентина, мне кажется, она сказала глубже. А вот и Ольга пишет, она убеждает себя, и это даёт ей веру. Верно, Людмила. Прямо вот один в один. Вот, точнее всего, потому что, по сути дела, я убеждала себя, я пыталась убедить себя, но как я писала, вроде как я пишу другу, вот, то комментарий я как бы такой сделала, что поддержка и вселение уверенности. Ребят, ой, ребята, она штучно на школу переключилась. Да, ребята, конечно, ребята. Сейчас прочитаю стихотворение, которое Шутя написала для Ольги Горецкой, она мне сказала, напиши детскую песенку. Ну, я думаю, ладно, сейчас спою. Ну, и я писала. Мы за столиком сидим, супчик дружно мы едим. Раз ложка, два ложка, вот убавилось немножко. Супчик мамочка варила, много ласту нам дарила. Раз ложка, два ложка, вот убавилось немножко. Супчик дружно мы едим, мамочку благодарим. Раз ложка, два ложка, супчик съели и картошку. Ну-ка, понравилось? Ещё бы, ещё бы. Ну, это детская, детская, тихая, наивная. Наивная, да. Ну, по сути, знаете, с жизни списано. У меня только перед этим сидел Максим за столом, и я его всё, ну, съешь ещё ложку-то, ну, съешь ещё пару ложечек. Ну, и вот у меня раз ложка. Вы пока очень свою любовь, вы даёте всё. Вы понимаете, у вас такое сердце стало большое, что вы обнимаете своего внука. И вы хотите ему всё вложить самое лучшее. Большое вам спасибо вообще за эти слова. Про него, да, это так. Так же у меня, Катюшки, я хочу перейти, и как-то я не знаю, знаете, на что? На большую любовь. То есть распространить-то её не только к нему. Я им очень сильно изумилась. Вот, но вот этот вот момент... Вот сейчас подождите. Вот этот момент погружения в изумление. У меня с этого началось-то, видите, с ним. Ну, ладно, это поток, то есть на большую любовь. Нет, Валентина, именно через него вы и пойдёте дальше. Потому что он увлечёт уже своих товарищей. Вы понимаете, как? Вот эту тему я бы прямо сейчас могла бы поговорить, но мне как-то времени... Ну, не то что времени, ну, правда, ему времени жалко. Он меня настолько вчера поразил, знаете, чем? Откликом он сделал запись, которую он полностью выручил меня. Он, знаете, сейчас... Он мне сказал, бабушка, ты разве правильно написала вот слово «здрасте»? А я там с опечатками написала. Вот. Как же он ещё говорит? Ну, я просто хотела у тебя спросить. Можно бабушку? Вот, понимаете, он выстроил так, а это было в общем чате. Он подчеркнул мою авторитетность словами именно обращения бабушка. Бабушка у него звучала так, бабушка. И второе, он не поправил, а спросил. То есть он другой подход предложил. Это настолько всё необыкновенно. Он необыкновенно. Но давайте я сейчас вот хочу прочитать то, тоже из серии того, что меня очень, ну, мне необыкновенно понравилось. Это вот, не четверостиший, а кусочек из стихотворения Александра Шпренгера. Вот смотрите, на рынке бумажном, на рынке бумажном не заработал очков. Вот какая досада. Я не знаю, я не знаю, я, по-моему, не очень хорошо прочитала. Видимо, ещё не отошла от этого весёлости своей. На рынке бумажном не заработал очков. Вот какая досада. И обретая весь мир в суете быстротечной, я принуждаю купить у меня непродажность. Вот, просто, конечно, после весёлых переходить сразу вот на такое, но здесь такая глубина. Это очень глубоко. Очень, да. Вот я написала, какие энергии или что, и написала себе стоической уверенности в собственные идеалы, в себя. Это даже, знаете, что, это вот как самого себя прочувствовал. И вот этим словом непродажность, ну, вообще необыкновенная. Ну, под этим словом же он что-то подразумевал непродажное. Непродажная душа у нас. Вы хотите, не хотите, но душа, она у нас всегда чистая. И какую-то истинность. Да. Так что это... О том, что он на бумажном рынке, это, вероятно, ничего он не получил за свои книги, за свои стихи. Вы понимаете, он на бумажном книге, он... Никто получился, да. И вот здесь вот он говорит непродажным. Что он сам себе не изменил. Ну вот, Людмила пишет, у нас не только душа непродажная. Вообще, интересно, интересная мысль. А что еще непродажное-то? Что? Только душа. А что еще непродажное? Ну вот, Людмила пока пишет, давайте я не знаю... В нашем трехмерном мире продажно все. Не, идеалы сегодня, они одни, завтра другие. Убеждения тоже ставят. Мысль, идеалы, убеждения, мысль, идеалы, убеждения, это вещь... Знаете, что? Нет, это приходящее-уходящее. Но, сейчас я скажу, вот я в чем-то могу согласиться. Если есть, то есть... Стойкость души. Вот. Людмила. Понимать надо это тоже. И все-таки даже и насчет убеждений. Я понимаю прекрасно, о чем, что вы имеете в виду сейчас, что убеждение вещь такая. Послушал кого-то очень авторитетного, там он поприкинул, поразмыслил раз, и ты вдруг переубедился. То есть убеждение это вещь гибкая. Но все-таки есть, да, вот идеалы-то как раз к этому относятся. И... А есть ведь и ряд убеждений, которые... Вот не надо. Сегодня я христианка, а потом я перехожу в другую веру. Ну вот я говорю о том, что есть какие-то... Это совершенно... Что такое фантастическая стойкость? Физическая стойкость, это физическое тело. А душа, это действительно, она всегда домой хочет. Я знаете, что сейчас скажу? Очень здорово, что мы прониклись вот тем, что написал Александр Шпренгер. И посмотрите, как пошли мысли. И наверняка еще это продолжится. Ну вот в нас. Ну сейчас я давайте, знаете что, немножечко переключусь. У меня было такое, я назвала политическая зарядка по утру. А вот еще Петр пишет. Мнение гибкая вещь, а убеждения неизменны. А вот видите как, еще и глубже пошел анализ. Да какой же здесь глубже-то? Это наоборот, убеждения неизменны. Убеждения, они навеиваются. Почему? В одной семье по одному... Они могут не навеиваться, они могут вынашиваться. Могут и вынашиваться. В зависимости от того, какие книги читал человек. Конечно, это жизнь. Убеждения еще могут меняться. Друзья мои, не забудьте. Я поняла, о чем сказал Петр. Что он сделал небольшое такое, ну, разграничение. Вот то, что мы общепринято называем словом убеждения, он немножечко сделал вот эту градацию, что ли, как говорят. Он есть убеждения, которые, ну как бы вот они не истинные, как я говорю, не выношенные. И он просто назвал это словом мнения. Поэтому я согласилась. Мнение и убеждения. Ну, давайте пойдем дальше. Вообще, если хотите, потрясающе интересно. Просто. Про это мы немножко чуть позже поговорим. Давайте. Давайте продолжим. Ну вот, значит, я написала такое стихотворение, шутя. Я скажу вам, как получилось у меня. Я вообще сегодня приглашала ее, но она сегодня не смогла зайти. Это моя подруга. Она тоже филолог по образованию, она заслуженный учитель коми-республики. Она пахарь и интеллектуал, необыкновенный. Вот. И я ей говорю, мы с ней очень давно не переписывались, потому что она потеряла свой пароль в скайпе, а я сменила телефон, и у меня симка, короче, другая, она не сохранила те телефоны ее. И вот так оно как-то тянулось и тянулось. Пока я не стала про нее вспоминать, она раз и выходит в контакты. Вот. И, значит, она мне пишет, что там прочитала какие-то мои стихи, а я уже стала посмелее, слава богу, всем моим друзьям, что меня поддерживают. Я уже стала их выставлять там в сети. Вот. И вот она реагирует на какое-то... А я ей рассказываю про то, что в жизни бы я не подумала, что у меня может вообще хоть что-то сложиться. Ну просто. Я вообще, я все время говорила, стихи писать я не могу. И не научусь никогда, это божий дар. И вот оказалось так, что вот оно как-то раз и пошло. И вот, Ольге, спасибо вообще, как она так это раскачала. Вот Петр зря не стал ходить. Четверостише я одно родил, гениальное, и больше не стал. Вот. Ну, значит, продолжаю. И я ей говорю, слушай, так решила я сама задание дать. И говорю, вот я тебе даю такое задание. Из одних существительных опиши день. Ну так, образно. Ну, например, там, как вот ночь, улица, фонарь, аптека, только, ну, по-другому. Но я привела ей свой там пример. Там утро, день, горшок, Катюшка. Там и пес, и там Максимка, и наша кружка. Ну, это я сейчас примеру. Неудачно. Но я ей удачно сочинила. Она мне сочиняет. В ответ я это в чате писала. И меня так это удивило. Думаю, как отразилось, как отразилось то, чем мечтает человек. Вы не читали? У нее там как-то вечер, костер, шашлык, луна, что-то там, друзья, ля-ля-ля, котелок, вода. То есть вот она нарисовала вот этот романтический какой-то юный, видимо, какая-то тоска у нее. Вот поэтому, по идее, чистому и юношескому. Я это в чат поместила. Ну, а дала следующее задание. Говорю, сейчас попробуй, вот к следующему дню напиши из одних глаголов. Она у тебя, да ты что, да я сроду не смогу и вообще, а как? Я говорю, ну вот я тебе на ходу сочиняю. Вы знаете, я сочиняла просто на ходу. Вот я прям сразу ей печатала. И потом смотрю, мамочки, у меня так клево получилось. И вот оно что получилось. Идешь, иду. А, теперь вот послушайте. Это озвучил Петр. Ой, Петр. Это озвучил Валера. И вот если я сейчас попаду на это стихотворение, я вам его дам послушать. Сейчас, Валерочка. Потому что у меня тоже... Да, да, давай, давай. Я старался. Давай. Валентина Мирникова. Коэтическая зарядка по утру. Идешь, иду. Поешь, пою. Спешишь, спешу. Молчишь, молчу. Грущу, грустишь. Кричу, кричишь. Идем, зовем, вас славим. Вдвоем. Улыбнулась, обшармила и возбудила. Похвалила, подмигнула. Тебе подфартила. Валентина Мирникова. Да, вот такое. Правда, у меня улыбнулась, обшармила и возбудила. Шло как бы к другому стихотворению относилось. Ну, Валенька, ничего не было слышно. Если хочешь, я прочту снова. А у тебя, Валер, есть? У меня это есть в чат. Подожди, я тебе, Валер, стой. Я тебе прямо сейчас в чат копирую. Так, у меня потому что открыто. Вот я копирую. Ага. И, да, есть, кажется, что нам времени не хватит наговориться. Так, я прочитала, девушка, ваши комментарии. Давай, Валер. Ага. То бишь, без записи. Читаю, как есть. Поэтическая зарядка по утру. Валентина Мирникова. Идешь, иду. Поешь, пою. Спешишь, спешу. Молчишь, молчу. Грущу, грустишь. Кричу, кричишь. Идем, зовем, восславим вдвоем. Улыбнулась, обшармила и возбукнула. Похвалила, подлегнула. Тебе подфартила. Вот это подфартила особенно. Да, 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 да. Мне очень нравится это стихотворение, поэтому я могу читать его бесконечно. Так, ну, здесь у меня, знаете, к этому циклу утренних, я же должна была домашнее задание сделать, я к Ольгиному занятию, и думаю, надо шарабику тут вставить. Друзья, вот посмотрите как. Следующее стихотворение называлось так, в стиле арабики. Я вам сейчас сначала хочу сказать, я с Ольгой поделилась. Вот смотрите, что получилось. Получилось, что сначала одни глаголы, а потом вдруг в стиле арабики. Арабика вообще ассоциируется с кофе, правда? То есть, да на каком-то интуитивном даже уровне произошло рисование утра, правда? Движение, действие там и так далее, взаимность и кофе. Ну, правда, в стиле арабики стихотворение получилось такое густого, густого кофе. Дремучей пропою брела к тебе я, искала ответа, просила, молила тебя я. Ты вымучил душу мою, ты избегал ответа. Какою-то нитью не той вышивала узор по тебе. Вел ты меня незримо, мне улыбался. Значило много ли весомо для тебя? Ночью или утром искал ты неизданно, сочным ли яблоком стала тебе я. Ну, я попробовала прочитать его, так как незаметь читала, когда мне Ольга присылала. Вот, не знаю, насколько получилось, мне арабский стиль не очень как-то идет легко. Может, было бы предложить Петру, может, у него бы легче, мне не очень. Вот, но тем не менее. Ну, давайте, знаете, куда перейдем. Раз уж начали мы с арабского стиля, сейчас перейдем к стихам. Вот каким, тем, которые Ольга нам дала сегодня на сайте Клуб Интернет Творцов, стихотворение Натальи Бурман. Буду вам читать. Писали ли женщины Востока стихи, скрывая лик свой скромный и строгой, боясь от мужа грозного, хозяина серьезного изгнания или острога. О том, восточные скрижали, из глубин веков молчали. О горе женщины Востока одной остаться посреди дороги. Ведь так устроен сам уклад патриархата, что женщина раба. Для мужа своего она пока желанна, пока для сердца дорога. Стихи он пишет, одаряет ее шелками и мужским своим вниманием. А вот когда другая, моложе и белее, придет к черту его порога, что творится в душе твоей прекрасной? Ты жертвуешь свою красу тому, кто разлюбил тебя. Он не изменник, он в законе, он не боится Бога. Но ты не можешь полюбить другого. Тебя зато убьют или оставят одну. Да там, куда боишься ты прийти сама. Да, бросят посреди дороги. Камнями и забьют. Чужие руки могут хватать себя, ведь ты не человек. Писали ли женщины Востока стихи, скрывая лик свой скромный и строгой. О том, восточные скрижали, из глубины веков. Кричали, но тихо, между строк. Вот такой стихотворительный. Пронзительно, пронзительно. Пронзительно. И философия, и мука, и сострадание глубочайшее. Ну, вообще, глубина проникновения, наверное, и в судьбу этих женщин. В общем, она погрузила. Ну, будь здоров просто. Так. Ну да, да, да. Да, именно. Друзья, догадаетесь вы или нет, я не знаю, почему я сочинила такую вещь, она тут Ольге. Это просто жизнь Востока, судьба женщин. Ну да, да, Восток между строками. Я, знаете, что сочинила, я тоже ведь не случайно как-то на ум-то пришло. И я смотрю, что у Ольги это вот на сайте как раз и есть. И я сейчас это хочу вам прочитать. Ну, первое вот какое. Вот смотрите, догадаетесь вы, о чем речь или нет. Чёрные, жгучие, яркие, из огня сплетены и тело. Русые, белые, сильные, застенчивые, но и дико смелые. Загадал нам загадку. Да ноль отгадать нам. Кто же, да почему. Жёлтые, узкие, о, изящные, из пота и прагматизма умелого. Ультрамариновые, пластичные, с шапкой своей, какое вам дело. Вот о ком я сочинила. Очень неплохо, очень. Очень неплохо. А знаете о ком? Началось вообще с мысли о Боге вдруг. И о том, что Бог создал четыре расы. Вот смотрите, чёрные, жгучие, яркие, из огня сплетены и тело. Это у меня как раз арабы. Ну, типа, типа, скажем так. Ну, типа, типа. А вот русые, белые, сильные и застенчивые, но и дико смелые. Я-то, знаете, вообще, я только потом, спустя пару дней вдруг поняла. А к белой расе, вы знаете, я вообще-то описала чисто русских людей. Русые, белые, сильные и застенчивые, но и дико смелые. Ну, да, да, да. А не белую расу. А вот жёлтые и застенчивые и смелые одновременно. Ну, да, это вообще я о русских, потому что с некоторых времён политических я почему-то тех же, ну, не всю Европу, например, отношу уже вот к белой расе. Это что-то уже какое-то, какая-то пятая. Вот, ну, Людмила. Вот сейчас я прочитаю стихотворение Ольги Грибановой, но это будет потрясающе. У нас, вы знаете, что у нас вот после того, как мы закончим, ещё наш чат можно сидеть, читать и перечитывать. Крик, которого никто не слышит, и любимому нет уже до него дела. Вот, да, ну, вот тут такие комментарии уже пошли на стихи Натальи. Сейчас я вам прочитаю стихотворение Ольги Грибановой. Ворона и жар птица. Но я его до этого вообще не читала. Она, наверное, или специальных занятий тоже написала. Ну, необыкновенное. Как хочется немножечко тепла, И чтоб сирень у двери расцвела, Подставить бы улыбчивому солнцу Свои окоченевшие тела. И пусть ворона Громко, хрипло, каркну, Расправить два замызганных крыла И превратиться в дивную жар птицу, Что в клетке золотой сто лет назад жила. Так хочется ответить на улыбку, Что на лице твоём родной была, Что только в памяти моей осталась. Я в эту память двери заперла. Но хрипло, каркну, Старая жар птица Всё оперенье солнцу отдала, Чтобы у двери дома наконец-то Сирень туманно утром расцвела. Ну-ка, ну правда, друзья, Ну вот, браво, правда? Обалденно. Браво-то, конечно, браво, Но это же опять Её внутреннее рабское состояние. Я хочу быть жар птицей. Ну нет, нет, Сиди вроде того, Что ворона каркнула, А жар птица отдала все перья Солнцу. Нет, нет, Люда, Ты всё-таки не права. Что не права? Чё здесь не права-то? Ей плохо было. И не хотела... Знаете что? Посмотрите ещё раз последние четверо. Здесь есть сила Возрождение. Да, вот смотрите. Но хрипло, каркнув, Старая жар птица Всё оперенье солнцу отдала. Правильно. Сверх цель, понимаешь, у неё, Чтобы у двери дома наконец-то Сирень туманным утром расцвела. Хотя бы. Да не хотя бы. Ну, девушки, Здесь дарение. Я это читала, я не помню. Здесь в повесе Дарение природе. Я считаю, здесь человеческая Сверх задача. Вот у неё сверх задача Не жар птицей даже стать. Понимаете? А вот к дому вернуться. А вот сирень, сирень. Нет, здесь не правы. Не правы. Плохо ей. Плохо. Вы понимаете? Я вот чувствую её боль. Вот чувствую я её боль. Я не понимаю, почему так. Да, кто бы спорил. Да, действительно. Случайность. Следующее стихотворение Называется так. Я размешала горе В чашке чайной. И капля пролилась На стол случайно. Я не заметила О плотности такой И рукавом Размазывала случайно. На рукаве я горе Понесла по свету И ранила я всех Коснувшихся случайно. Так выросла Огромная гора Из горя И раздавила всех Кто рядом был случайно. В смертельном ужасе Рукав я Оторвала и крикнула О, люди! Я случайно! Я не хотела горя, Не хотела боли. Услышав же меня Один лишь бог Случайно И молодец И крякнув Смотрите Чашу с горем Выпил А не найдется ли Закусить Чего Случайно? Ой, какая прелесть, а Какая прелесть! Вот это Это на самом деле Это было Ну, это Женевры Да Да Это прелесть Так Ну, а теперь Мне очень хочется Знаете Что? Валерия читает Ольгу Три вечера Ага Вот что я хочу Валер Да У меня еще Папа Сейчас Пап, я сейчас занята Я перезвоню попозже Так Значит Знаете Что? Вот Ольга Грибанова Три вечера Валер Я сейчас От тебе Три вечера Скопирую Давай мне Подожди Я копирую На скайп Я Я прочитаю Так Копирую Раз у тебя Не открывается Начитка То я Прочитаю Не, но он не открывается Только почему-то Ты сказал Что не очень слышно Может быть это от колонки Зависит От силы колонки Нет Сейчас-то Прекрасно вы читали Все слышно Нет Это Вы не поняли Мне Валера присылал Уже готовую запись И я То есть запись Подставляла микрофон Нет Это не слышно было Да Так Сейчас я пойду ему скажу Он не расслышал Что я сказала Валера Ты-то начни читать Ладно Давай Значит Олин Это трех стих Освященных Вечеру Три таких стихотворения Такие странные Бывают Вечера Как будто Слышишь Легкое дыхание Как будто С елки Облетает Мишура А может За окном Увидится Сияние Над темными Коробками Домов И чей-то Голос Вдруг Прошепчет До свидания И роется Душа В обрывках В обрывках Снов И ждет Их воплощений Ежечасно И ловишь Еле слышный Звук Шагов О Как же Эти Вечера Прекрасны Второе Обалденно Написано Второе Давай нарисуем Наш вечер Густую Лиловую Краски И золотом Звезды Рассеем И выйдем Друг другу Навстречу С открытой Душой Без опаски Соврать Мы уже Не сумеем Ведь лица Нам вечер Укроет Лишь звезды В глазах Улыбнуться А звезды В глазах Так правдивы И сердце Нам ночь Успокоит В прощальную Эту минуту Мы скажем Давно Прости Простите Я сейчас Знаете что Думаю Может быть Вы их читали Они правда Мне очень нравятся Вот А ну давайте Прочитаю быстро Зачем И ночью вызвало Тебя Попробовать Губы Твои На ощупь Зачем Ты Ответил Чем Нравишься Ты Мне Так Это Тем Что Нет В тебе Пошлости На шутки Мои Все серьезно Ты Ликом Светил Зато И люблю От тебя В секрете Ты Ликом Светил Ты Свеж Как Ветер Красив Как Петя И Сед Как Пепел Конечно Это Шутка Спасительная Отчего Спасаюсь От любви Или от Смелости Затаем Слов Я жду От твоей Любви Что Не чувствую Что Влюбленный Или Не чувствую Силы Свои Покоряющие С полвозмаха Как Хотелось Нам Любви Воскрешающей Нас Из праха Ну вот Как Начало И Продолжение Славно Славно Вот А вот Еще Искала Ой Прямо Спасибо Любви А вот Искала Стихи Ну Валентина Я где-то Кстати Говоря Валь Скопировала Твоё Стихотворение А вот Чуть-чуть Попозже Будет Но пока Вот Такое Четверостишее Потом Будет Еще Валерий Гусанов Вот Смотрите Отрывочек Из Валенного Стихотворения Я вдруг Когда Дошла До этого Места Я подумала Прям Там Или Танку Вот Смотрите Любовь Игра Она Ведь Многовека А будешь Ты В неё Играть Это Знаешь Ты И Твоё Сердце Оно Тебя Не Подведет И Не Обманет А Впрочем Может Жить А Не Играть Уй Блеск Ну Вот Правда Блеск Блеск Просто Чудо Чудо Так А Вот Сипери Эти Прям Как мне Очень И думала Вот Ходила И думала Во-первых Как-то Неожиданно Да Что А Ничего А может Быть И ничего Может Надумывать Я начала О том Что Зима Растаяла Всё Плохое Как бы Холодное Растаяло А может Быть Просто Жизнь Взял Да И показал Он Знает Что Привыкли Мы Что-то Красивое Ждать От Поэзии А Он Показал Мила Мне Слякти Не самое Красивое Что Есть Весне Правда Снижение Высокого Вот Знаешь Мне Это Дорого Мы Можем Думать Высоко Можем Думать Высоко А Жизнь Она Вот Она Ну Вот Я Говорю Что Видимо Я Всё Так Почувствовала Сказала Так Созвучно Как Ты Сейчас Так А Вот Это Вот Мне Не Всё Ясно По Утрам Щебечут Птицы Кошка Моя Воет В окно И ночью И днём На балконе Ясно Мне Всё А Вот Лично Мне Не Ясно По Утрам Щебечут Птицы Кошка Воет В окно И ночью И днём Но Похоже Тоже На Весну На Балконе Ясно Мне Всё Ну Тут Как бы Я просто Знаю Валерин Балкон И так Про себя Думаю Или Там У него Всё Перевёрнуто Ну Знаешь Стихи Объяснять Пустое Дело А вот Ещё Смотрите Какая Прелесть Огоньки В домах Кто-то Думает Там О весне О себе В ней Дремлет Ворона На ветке Рядом А вот В этом Тоже Ну Вот Такая Прелесть Знаете Чего Вот Знаете Мудрости Бытия Что-ли Которая Вот Ни о чём Она не думает Она просто Живёт Валер Я угадала Да 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 Именно Так Всё Просто Жизнь Проста Надо Только Ей Радоваться И вот Ворона Она Радуется Несмотря Ни на что А вот Теперь Слушайте Дальше Ворона Важная По луже Шлёпает И глазом На меня Косит Чарикнул Воробей Ну Прям Бесподобно Правда Ну Ладно Давайте Теперь Ну Давайте Теперь Ещё К чему-то Перейдём Я хотела Вообще Всё Управиться За каких-нибудь Минут 25 Но Чё-то Как-то За 25 Не получилось Ну Давайте Я прочитаю Стихотворение Потому что Оно Каждому Из вас Посвящено Давайте Оно В стиле Арабики Не Самое Удачное С точки Зрения Поэтически Как сложилось Но Вот такое Поспеши Сказать Слово Спасибо Каждому Кто Дорогой Тебя Считает Поспеши Сказать Спасибо Каждому Кто Душу Откликает Поспеши Сказать Спасибо Каждому В ком Есть Огонь Добра Не Спеши Оценки Делать Сразу Не Всегда Четыре В том Что Дважды Два Поспеши Сказать Спасибо Каждому В ком Есть Огонь Таланта Поспеши Сказать Спасибо Каждому кто мудрость проявляет, не всегда спешит с оценкой правильной тебя, кто любить умеет и тогда, когда сама ты не своя. Поспеши сказать спасибо той любви, которая зовет и лечит. Поспеши сказать спасибо каждому, кто боль твою звонил себе на плечи. Поспеши не потому, что будет поздно, Поспеши, но для себя скорее, скорее ставши тем, каким ты есть любимый. Отлично, отлично, отлично. Просто здорово. Некий призыв. Ну, благодарность моя, да, но в ней, конечно, и глубокие мысли есть. А вот теперь стихотворение Валентины Мешковой. Дом крепкий хочу я построить в деревне, И мысли мои оплетает душевность. Его я поставлю на круче далекой, И жизнь будет вовсе не одинокой. Дом радостно оживляется новой мечтой, А за порядком сумеет следить домовой. Высотой изоманчива крыша в небо стремится, В пути звезды сумеет слегка закружиться. Я буду с веселой речушкой дружить круглый год, Завороженную водным потоком меня увлечет, И вниз, и вверх по склонам легкая прогулка, Извиняющий детский хохот, раздается гулка. Произведения Валентины Мешковой, они всегда очень необычны, И всегда очень интересны. И очень много в ней, ну вот этих визуальных рядов, Она как-то умеет передавать состояние, через богатство визуальных, вот да, зарисовок, ну просто вообще. Да, 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 детали происходящего вокруг. Вот если как-то я про состояние, а вот у нее, вот я и говорю, она образы состояния вот эти, Передает визуальным образом, это мастер. Вот, ну еще у меня открылась... Вот ей за это огромное спасибо передай, просто от меня. Огромное спасибо. Я, Валера, тебя слышу. Принимаю благодарность, благодарю тебе. Спасибо, Валенька. Так, а вот сейчас прочитаю Людмила Губанова-Землякова. Наверное, рано мне богиней становиться, Наверное, еще времени пришло, Но очень хочется влюбиться, Своё постигнув естество. Естественность, она такая, Что через мужчину лишь видно. Любовь от края и без края, И невоздержанность. Вина. Вина, вино, и пить пьянее, И раскрываться, хорошеть, И становиться богатей, И мудростью души прозреть. Души, душа. Постигнув счастье, Мы оторвемся от земли, И на земле, оставив платье, Богами снова станем мы. И нет греха, И мы безгрешны, Отбросив фиговый листок, Мы без пороков так прелестны, Что Бог простить грехи нам смог. Как прекрасно, как здорово, Ну, удивительно просто. Мы заслужили, отстрадали, Так много, много, много лет, И снова слившись, Богом стали, И эрой счастья дышит век. Ну, вот для меня тоже было Очень много здесь открывающегося. Чего-то того, что я до Людмилы Над чем не задумалась. Ну, вот не доперла до этого еще. А вот она дала. Например, вот себя познать, Или даже любой, Через мужчину. Вот это для меня было. Потом я над образами вина, Вина виной пить пьянее. Вот это как-то сразу тоже, Пришлось мне над этим посидеть, Как-то подумать. Очевидно, здесь и опьянение любовью, И, может быть, вот это раскрепощение, Которое дает настоящее вино. Да, 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 именно раскрепощение. Быть, быть как есть. Быть такой, как есть. А вот еще, посмотрите. Ну, и нет греха, и нет греха, И мы безгрешны отбросим фиговый листок. Вы знаете, что вот я сразу себе представила, Ну, простите меня, что рассказываю так. Я прям представила себе нас, Голых, всех людей. Но почему-то у меня, Вот на этом Людмиле нам стихотворении, Это так просто, естественно легло, Что вот просто мой разум, Раз и это как-то допустил, пропустил. А ведь правда, Бог-то созидал, Как и естественность. Вот как-то вот... Да, 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 да. Если вспомним Уильяма Блейка, Прекрасные его стихи, Он сам был нудистом, Приветствовал нудизм, И вот прекрасное тело человека Он описывал так просто и легко. Друзья мои, моя как бы часть, Которая каким-то образом получилась, Сенсорная или нет, Вообще все мы о каких-то энергиях, Энергетиках, конечно же, Все равно и поговорили, прочувствовали, Потому что так хорошо мы поняли стихи. Вот. Ну, а теперь предлагаю слово Валерию. Валерий приготовил нам... Ну, вот у меня как раз, так сказать, Возникает вопрос. Мы уже достаточно долго здесь. Я не знаю, имеет ли смысл Сейчас начинать урок экстрасенсорики. Экстрасенсорики. Или, может быть, взять, Перенести на завтра, На субботную встречу, например. Я могу это и в вебинарной комнате провести. Я сегодня хотел первый взброс урока По экстрасенсорике. Экстрасенсорикой обладает каждый человек, Да и не только человек, Но и животные, и растения. И об этом я хотел немного рассказать. Вот давайте сразу скажите. Если хотите, я могу начать и сегодня. Если нет, то перенести, скажем, на завтрашнюю встречу. Давайте, на наш... Нас сейчас пятеро. Давайте решаем. Валерий, давай, что ты скажешь. Ну, не знаю. Мне кажется, по времени это будет на час, Это больше уже будет. Давайте, может, действительно на завтра. Ну, давайте тогда завтра, на какое время? Ну, наверное, тоже 18. Если у Ольги нет затеянного вебинара. Ну, завтра субботничнего вечера, я так понимаю, не будет. Давайте завтра на 6. Ну, давайте я займу вебинарную комнату для этой задачи. Рассказать об экстрасенсорике и о приемах овладения своей силой. Знаешь что? Или, может быть, даже не через вебинарную комнату. И, кстати, я бы даже предложила только, если сможете вы или нет. Я бы вообще... Мне почему-то эта тема-то не терпится. Вот. Я даже, может быть, завтра, ну, скажем так, ну, часов в 11. Ну, просто я знаю, что какой-то режим, может быть, там, может быть, и у Вали, там, с Вити. Я конкретно же их жизнь знаю. Они могут в магазин поедать. Они обычно ездят по утрам через день там. Валя, давай я Оле спрошу. Дело в том, что там идут конференции. Подожди, Валер. Я знаю еще, что... И комната, может быть, занята. Может быть, попробуй. То есть, даже и сделать через чат. Знаешь почему? Потому что через чат... Вот посмотри, как интересно, что у нас... Вот я говорю, там спрашиваю, вы отвечаете, кто-то начал говорить. Понимаешь? А ведь это тема, в которой, может быть, есть же тоже люди, которые могут опытом поделиться. Вебинарная комната. Да, 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 да. Она немного суховата с этой точки зрения. Может быть, мы вот так в чате сделаем? Может быть, ты права. Но дело вот в чем. Дело в том, что вот прямо сейчас нас четверо. А для того, чтобы я начал этот процесс, надо бы людей побольше. Ну, давайте, вот Людмила пишет, может быть, с утра, может, завтра сделаем часов в одиннадцать. Валь, устрои? Давайте, да, ну, давайте. Я подала это самое. Ну, как, время я выгоду. Ну, действительно, я с тобой согласна, что лучше через чат, а не через вебинарную комнату. Ну, все, тогда пока напишем приблизительно. Отлично, я первое, с чего сегодня начну, спрошу у Ольги, когда свободно. Подожди, мы про чат. Когда она, она, когда она свободна, она нам тоже нужна. А, ну, я думаю, Ольга завтра сможет. Ее полечит. Я сегодня утром постарался ее подлечить, но никто из народа не отрозывался мне помочь, так что я действовал один. И у нее поднялась температура. Это, естественно, процесс активизации иммунной системы, и поэтому у нее с 38 до 39 поднялась температура. Валер, да ты еще не забывай завтра воскресенье, ой, суббота, выходной день. Завтра с утра будет больше людей. У Ольга Горецкая это точно будет. Вот еще тебе один лишний человек. Хорошо. А Марина Горецкая будет? Ну, а я откуда знаю? Это уж я не знаю. Но Ольга всегда с утра зависает. Короче, давайте тогда завтра в 11 часов. Валера. Ты только напиши там, да и все выложи. Ну, давай, в чате напиши. Я уже написала. Скайп-встреча в 11 часов. Да и ты, Валера, брось там по чатам свои эти самые. Завтра. Не сегодня, а завтра уже. Или даже сегодня вечером, когда удобно. Хорошо. По всем чатам нашим я разбросаю приглашение. Потому что где-то там писать и говорить увлекательно. Там, может, придут с этого чата с твоего. Там еще какой-то, с театра придут. Чат еще есть. Там же разные чаты есть. Ну, думаю, что соберем. Николай, тебе как время? 11 завтра. А как, Людмила, можно слово отдать? Людмила, включаешь микрофон, да и говоришь. Я же сейчас никому слово специально не даю. Сами говорят. Мы все в свободном полете. Валя, вон, думаешь, я ей слово даю. Меня другое время любое абсолютно устраивает. Я же дома. Хорошо, Николай. Рад, рад. В 11 встречаемся. А у нее это... А я не знаю, может быть, у Людмила не вот это... С какой-то там, с телефона может послужить. Нет, ну, я... Я-то вас слышу. Ну, и мы тебя слышим. Мы тебя слышим. Так что все нормально. Так что все нормально. Друзья, большое вам спасибо. Ну, подожди, дайте, она может сказать, что... Давай. Нет, ну, просто мне надо было, чтобы я знала, что меня слышно. Я подумала, я так и подумала, что она хочет проверить, слышно ее или нет. Слышно, очень хорошо. И очень приятный голос. Ну, давайте тогда я одно прочитаю. Все в наслаждение, в радость человеку. Дана ему планета вся, Земля. Чтоб он игрой познал планету эту, мечты на ней в реальность притворя. Мечтайте, люди, властвуйте, дерзайте. Предназначение на Земле творить. И крылья никогда не опускайте. Умейте всем полет их подавить. Талант особый раздавать подарки. Мгновением и вечностью побыть. То холодно бывает нам, то жарко. Искусство научится просто плыть. Природным всем законам подчиняясь. Живется как свободно и легко. Греша порою, от безделья маять. Чего-то жаждать очень далеко. Все сделают природные законы. Сведут всех в кучу, снова разведут. И учимся мы все в единой школе. И мудрость высшая. Учеба, труд. Ну, такое вот попало. Великолепно, великолепно. Прям на мне чат, пиши его сюда, в чат. Людмила, действительно, пошли в чат и пошли Ольге. Хорошо. Опубликуем. И так ты красиво читаешь стихи. Послушай, у тебя такой юный голос. Прямо вообще. Так. Так, энергия стиха. Энергия юности от стихотворения. Энергия силы идет от стихотворения. Ну, скопирую, пришли его сюда. Я стала вспомнить, что когда я знакомилась с твоими стихами, я же вообще была в потрясении. Но у меня сейчас, у меня после этого тут такую чистку делал Антон Мариниченко, что у меня очень многого. Ну, просто не найти. Свою-то и ту стихотворение. Найдешь, найдешь. Мариниченко ничего не портит. У меня лежат на столе, поэтому что в старые статы я уже 90-е годы собираю. Набранных. Стрихов-то очень много. Ну, ладно, спасибо всем. Так, а вообще большое спасибо. Если вы будете за то, может быть, знаете, что сделаем? Может быть, сделаем авторские вечера и возьмем по отдельности всех поэтов. Только я чувствую, что вот мне хочется прям ваши стихи читать авторскими вечерами. Но мне мало времени раз в неделю. И потом я очень люблю, чтобы читала я. Поэтому я, ну, то есть не всю подряд я, но инициативу такую, что, видимо, я от стихов так балдею, что просто невозможно. Ну, ладно, наверное, не одного поэта, а как раз вот в перекличку такую мужское, женское, там, допустим, двоих-троих взять на вечер. Ну, значит, тогда вот тот жанр, или как стиль, или как это называется, это не жанр, не стиль, а вот то, как сегодня было, пойдет. Тогда продолжим. Капустник. Так, начинаем организовывать поэтический вечер. Найдем время, найдем день. Просто наметить, спустим, от двоих-троих, которым дать больше времени почитать. Хорошо, здорово. Так, ну что, всем спасибо, правда? Да. Всем спасибо, прям с аплодисментами. Спасибо вам за ваши стихи, за вдохновение, которое получила я Валерия, за идею, потому что это он сегодня сказал, нефиг спать, проводим. Хватит спать, пора просыпаться. Правильно, я уже сосучился. Я тоже рад. Спасибо тебе, Валентина. Спасибо, Валентина. Откликнулась, да? Спасибо всем, что откликнулись. Большое-большое спасибо всем друзьям. Ну, все, тогда пока. Пока. Пока, Сашим, прощаюсь. До завтрашнего утра. До 11. Окей. И тема серьезная, сенсурика. Экстрасенсурика. Продолжение следует...